ПЕСНЯ Качество записи, уровень выступлений и оформление альбомов отечественных команд легко могут конкурировать с мировыми звездами тяжелой музыки, что, впрочем, и происходит, причем вполне небезуспешно. Такие названия, как Ноктурнал Мортум, Хорс, Хеллон, Флэш Гор, довольно часто можно встретить в западной прессе или на афишах всемирно известных фестивалей. Но это сегодня, а 25 лет назад все было иначе. Долгое время, будучи в составе СССР, Украина была отрезана от внешнего мира пресловутым железным занавесом. И о каких-либо музыкальных традициях и формировании музыкальной индустрии в таких условиях говорить не приходится. Соответственно, все самое важное и интересное в музыкальном мире обходило страну-сторону. Тем не менее, даже вопреки столь неблагоприятной ситуации, в конце 80-х в Украине стали появляться металлические группы. И начинать приходилось буквально с нуля, в надежде наверстать упущенные даже не годы, десятилетия. Для того, чтобы понять, как происходило становление украинского металла, мы сделали ретроспективный обзор. Вернувшись к началу, по возможности проследив все этапы эволюции жанра в Украине. Конечно, в первую очередь мы обратились к музыкантам, организаторам фестивалей и редакторам журналов, которые стояли у истоков и добились определенных высот на этом поприще. Процесс становления украинского металла проходил довольно-таки бурно, можно сказать. Все шевелилось, все быстрилось, все занимались своим делом. Хотя, с другой стороны, материальной базы для этого не было вообще никакой. Группы играли в подвалах, журналы печатались на ксероксе. Сейчас и журналы, раз смотришь, там картинка, там написано что-то. А раньше берешь руки, оно ксероксно сделано, от рукописно написано, все, человек сам клеил фотографии. Это душа, все. Я думаю, я таких журналов до сих пор храню. Конец 90-х, и тогда, в общем-то, не было даже толком, даже магазинов музыкальных, в которых можно было хотя бы купить инструменты. И реально играли на каких-то самопальных веслах, какие-то непонятные комбики. То есть у музыкантов даже не было примитивного какого-то там оборудования, на котором они могли репетировать, на своих же базах, допустим. Самопальные примочки, гитары, они доводились до такого вида. Чтобы они соответствовали картинке, уровня того, что мы видели. Вот у гитаристов фирменных, там, любимых групп. А как дела сейчас обстоят? Сейчас, ну, в принципе, и хуёво. Каждый понедельник, четверг и с удовольствием, с 21 до 22. Вместе с диджей-каркасом. Хит-парад метал-музыки, The Great Commandment, Metal Talk, СНГ. Проводится каждую предпоследнюю передачу месяца. Лидеры метал-сцены СНГ и Балтии. Каждую последнюю передачу месяца. Лидеры метал-сцены Запада. Лидеры метал-сцены Запада. Все началось не со зла. Все началось как игра, как известная группа говорит. В конце 80-х годов все было, конечно, интересно. В Украине на самом деле ничего не было. То есть были какие-то слушатели рока, были некоторые группы в том же Днепропетровске, в Киеве, в Харькове, в Виннице. Но это все было очень так. На уровне домов культуры мелкие репетиционные базы были и особо больше ничего такого и не было. Были ДК, Дворцы пионеров и тому подобное. То есть даже мы уже, когда были, там группа Лепресси называлась, одна из, ну, там, в 90-м, скажем, году, там где-то так, вот, короче, 91-м. Нам приходилось, короче, для вида играть там песни, как «Ласково мая» и тому подобное. Такая тоже группа существовала в 90-е. Там для вида, пока не заснет наш этот руководитель, как им ансамбля, да. А потом, когда он брал на себя нормальное количество алкоголя, после этого мы, значит, продолжали играть то, что душе, вот, так скажем, там играли, трэш-дэст. В 90-е годы было очень тяжело, в общем-то, во всех отношениях. То есть, как бы денег не выделялось на это государство никогда. То есть, и люди это все делали за счет своих каких-то возможностей. Вот. Плюс студии, как таковые, существовали, ну, не знаю, это можно назвать, конечно, студиями, но это все совок, и это пережитки совка изначально. То есть, сложность записи качественной изначально была, сложность финансирования этого, сложность, там, организации каких-то там концертов, это понятно все. Когда у вас можно записаться, сложно вообще себе заявить для того, чтобы о тебе, допустим, узнал какой-то западный лейбл, даже не лейбл, а вообще хотя бы какая-то там, я не знаю, общественность. Для этого нужно было рассылать всякие кассеты, себе какие-то вот эти вот там флэрки, да, информацию какую-то. Об этом люди узнавали из вот этих вот всех переписок в основном. Журналы всякие, там, фензины, да, черно-белые, там, страшные, там, все всякими, там, каракулями, и прочие, там, средства массовой информации уже более крупные, да, но туда сложно было пробиться, поэтому украинская сцена точно не попадала никаким образом. В 90-х годах в начале, значит, после развала всего этого Советского Союза и так далее, значит, как раз мы образовались, было тут бум на это все дело, метал-музыка и андеграунд в целом. То есть как андеграунд, так как такого не существовало тогда. То есть это потом, как бы, как раз я вспомню эти времена, когда начались переписки, первые фензины, первые, там, демотайпы, там, рассылка, это все вместе, ну, то есть это было настолько интересно, даже мне сейчас этого совершенно не хватает. Все как отдавало какой-то сказкой, скажем так, потому что за Западом нам доходило, там, какие-то обрывки из того, что мы даже не могли почитать, потому что Металхаммер, помню, открываешь, он на немецком языке, и пытались понять, там, эти буквы, и даже, помню, первые польские журналы пришлось польский язык учить даже, для того, чтобы почитать, а что там происходит вообще там. Мы были в глубоком андеграунде, то есть если брать, допустим, Запад, да, то есть у них, допустим, были клубы, которые, там, первый шел, там, второй, третий, там, и андеграунд, которые там, ну, сейчас то же самое, собственно говоря, существуют, тем более сейчас всего больше, поэтому еще больше и андеграунда появилось. То у нас, по-своему, андеграунд, андеграунда было. Но, тем не менее, сама атмосфера, сама остановка была такой дружеской, такой, можно сказать, братской. Все друг другу помогали, кто чем мог, все друг за друга радовались, и это просто было прекрасно. Такое металлическое братство. Я бы историю украинского металла разделил на три этапа. Первый этап, он перестроечный, когда появились еще в Советском Союзе первые такие профессиональные металлические команды, типа Ария, Круиз, там, Черный Кофе, которые, конечно, произвели огромное впечатление на наших фанатов и вообще людей. Поэтому начало появляться очень много групп. В Харькове, так, КПП, в Киеве, ДЭМ, во Львове, там, Билл из Агин, в Виннице «Реактор». Многие вокально-инструментальные ансамбли, которые до этого играли, всякие такие песенки, они перешли на такой тяжелый репертуар. Панорамы, галсы, статусы, там их было тоже хватало, потому что это приносило серьезный доход. Но это все благополучно закончилось где-то к началу 90-х, к моменту появления независимости в Украине. Может быть, некоторые зрители не помнят, начало 90-х это было не только независимость, что греха-то видеть, настоящая нищета. Денег не было, не было толковых инструментов, студий и так далее. Но зато было море энтузиазма. Групп появлялось действительно много, ну, разных, конечно, по своему уровню. Но, тем не менее, это была достаточно сплоченная организация. То есть люди из разных городов поддерживали между собой отношения, перезванивались, переписывались, появились контакты за границей, появлялась информация. То есть на самом деле было интересно. Концерты проходили часто, и, в принципе, людей собирали много. Цена на билет была невысокая. И проходили не в разных пабах и подпольных каких-то цехах, а проходили в домах культуры. 200 человек было достаточно обыденное явление на конце. В 96-м году, да, собирались под влиянием, конечно же, Doom и Death Metal, который тогда управлял умами всего украинского андеграунда. То есть мы решили стартовать команду. Ну, как у всех, репетировали в непонятных местах, на непонятной аппаратуре. Моя история в металле, скажем так, начиналась с годов где-то с 90-х, то есть конец 80-х, начало 90-х. Становление именно металла, то есть я уже буду говорить, наверное, как за киевскую сцену, как киевлянин, как представитель именно металлического сообщества, именно непосредственно Киева, все, конечно, было достаточно, как сказать, не то что дико, но вместе с тем было все массово, массово, то есть массово ходили на первые концерты, массово ходили на первые тусовки, массово собирались просто отдыхая. Это было некое единение, некое единение вот того слоя культуры, какой мы называем металл, металл-тусовка. Первых концертов было, конечно, не так много, это были наши команды, например, на моей памяти мой первый концерт, это была группа Эдем. Тогда все было как-то более по чесноку, что ли, ну люди искренне вообще к этому подходили. То есть это не был имидж, в общем-то, у человека, типа, сценический, и, типа, бытовой не было разделения. То есть это была одна единая, как бы, структура человека, которая, типа, вот человек жил вот этой всей схемой, он жил хэви-металом, начиная от выхода из квартиры. У кого-то потом это был приход там в репетиционную, там, или на сцену, у кого-то это был приход на тусовку. Ну, в общем-то, это был целый такой, типа, организм. На тусовки вроде балки ходили сотнями, сотнями. Все собирались в субботу, воскресенье, и это был некий праздник, некий праздник встречи, праздник общения, праздник торговли. Поскольку тогда приобрести что-то было крайне сложное. Любой мерч, майку, журнал. Продавались, насколько я помню, даже вырезки из Металхаммеров. Они покупались, по нынешним временам это дико, конечно, но тогда это очень сильно ценилось. За это отдавали последние копейки, вешали все это дома на стенах, ну и так далее. Точно так же отдыхали, точно так же массово встречались, это была известная всем ботаника. Отдыхали, отдыхали десятками, собирались, то есть по 30, по 40 человек, все, конечно, угорали, пили пиво и другие напитки. Ну, было, было классное время препровождения, то есть была некая общность. В свое время, вот как у нас было, вот ребята на балку приезжают, музыкальную, там привозили, там с Москвы ждем их, да, приезжают, короче, винила куча, за деньги заплатили, взяли домой, скинулись там, да, человек десять, пиво взяли, сели, и начинаешь писать и диски, а один и тот же, пять человек или десять записываются на кассеты, там, ну, это вообще, это очень хорошие времена были, а когда на эти балки ездили, менялись с этими дисками, все, это тоже очень хорошая вещь, то есть этого не хватает. Безусловно, мы многого не знали, многого не видели, тогда не было ни интернета, тогда не было ни мобильных телефонов, ничего, мы по звонку просто все собирались чуть ли не за неделю до встречи, скажем, в ту же субботу, ту же воскресенье, или на те же концерты, скажем, афиши, ну, и все, другого ничего не было. В лучшем случае это может быть где-нибудь там по радиостанции или в те времена тогда медиапространство было не такое, естественно, как вы понимаете, коррумпированное и так далее под определенную стилистику музыки, а вместе с тем тогда можно было что-то узнать и из радио, и из телевидения, это тоже был огромный плюс. Как это ни странно звучит, но на тот момент в Украине действительно были теле- и радиопрограммы, посвященные тяжелой музыке. Самый известный, пожалуй, это Кировоградский рок-полигон с Алексеем Ивановичем Антраксовым, Днепропетровский крокодил и, конечно же, Харьковская под веселым Роджером с Сергеем Шелкановцевым. Хай, 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 леди, джентльмены, дамы и господа, мяда и месье, а также всех к ним примкнувших. От всей души прошу прощения за столь скоропостижное появление на ваших экранах после того, как всего лишь две недели назад обещал в течение месяца не обременять вас своим присутствием. Спасибо сэру покойному. Очень хороший человек был. То есть, да, и ребята все там. Кстати, АКП отдельный разговор. Эти ребята помогали многим музыкантам. И нам в том числе помогли очень много. Я помню, как бы их гитарист первый аккорд нам показывал в свое время. А барабанщик, был у них такой, Женя Терновский, вообще до нас заменял барабанщика какое-то время по первому. То есть, я, кажется, очень благодарен да и по сей день. Я вспоминаю момент, когда пытались добиться звука гитары. Даже не представляю, что такое там есть усилители, примочки какие-то. Это ничего, понятия даже не было. Думаю, надо было бы купить просто гитару, электрическую. Думаю, сразу такой звук. Вот реально я так думал. Принес домой гитару, помню, аэлита такая была. Включил ее в этот вот усилитель, в монитофон свой. А звука такого нет. Да что ж такое? Я потом за бешеные деньги, помню, мне какой-то один товарищ в кавычках, продал там фуз. И вот я, короче говоря, помню, на этой примочке какое-то время играл. В то время как раз появились и уникальные мастера, которые начали делать подобие гитар с надписями Джексон, там Бисерич. Одни из самых популярных были типа модели тогда. Кому везло больше, значит, у того появлялись гитары типа там чешские, там, например, Диамант, потом появлялись там Лид Старый. Лид Старый, на самом деле, должен сказать, что у меня самого был. И мне повезло, попалась выставочная модель. А что такое выставочные модели типа в соц. странах? Мы все знаем. Это типа уровень, ну, контролируемый, естественно, его коммунистической партии. Она вообще не должна была уступать ничем очень-то фирменному, так сказать, образцу. Поэтому мне жутко повезло. Если по записям вспоминать записи на что-то, там, благодарю там нашему там Саше Вакуленко, там, будет смотреть фильм, вспомнит нас, там еще ребята, Дима Бондаренко. Они на энтузиазме, там, какими-то там ужасными, там, аппаратами писались, пытались выдавить что-то хоть нормальное, хоть на что-то похожее. И самое интересное, что благодаря этому, как бы, многие услышали там некоторые, на Нактюрал Мортум, или что, потому что у нас какой-то саунд появился такой, который не было нигде. То есть они, где-то благодаря их усилиям и нашим. Поэтому им была отдельная благодарность за это дело. Безусловно, у музыкантов не было инструмента. Играли, как вы знаете, такие легендарные инструменты, как Музима, Урал, то есть, ну, все это было. Установки барабанные, РМИФ, там, и прочее, прочее. Все это было шумно, некачественно, но вместе с тем, так начинался металл. Тогда, я помню, мы подсчитывались с барабанщиком своим старым. Около 30 групп дез металл только в городе Харькове было. То, что было на Украине, там, ну, черт, сломай, то, что было групп немерено просто. Бум был нереальный просто, все хотели играть, все хотели что-то творить, делать, то есть, как бы, время было реально, очень, такие, ну, мне их не хватает, скажу честно. Доктор на морду, вы там живы? А в Жеку? Я прошу вас выйти сюда поближе и начать больше помощи. Об отечественном блэк метале стоит рассказать отдельно. Именно в этом жанре Украина смогла породить целую плеяду групп, шагнувших за рамки андерграунда. Столицей блэк металлического движения стал город Харьков, где уже в конце 90-х годов, помимо известных Ноктурнал Мортум, возникли не менее успешные Астрофайз, Хейт Форест, Друтх, Хорс. Опираясь на собственную материальную базу, не прибегая к услугам дорогих студий, ряд украинских блэковых команд довольно быстро вырвался на международный уровень, выпуская свои альбомы на таких уважаемых лейблах, как Cosmos Productions, Season of Mist, Candlight Records. Я думаю, что скорее это все-таки случайное стечение обстоятельств, потому что, ну, я не думаю, что это как-то прогнозировалось или как-то принимались какие-то меры для того, чтобы это специально создать. Просто люди занимались своим делом, и в результате это все вылилось в какую-то сцену, которая в результате, собственно говоря, стала известна, допустим, для определенных кругов. Ноктюрнл Мортум в свое время добились чего-то, и это что-то было осязаемым. Поэтому тут же появляются группы, которые стремятся. И более того, они не просто появляются, они стараются играть не хуже, соответственно, они тут же поднимают свой уровень. Это конкуренция. Поэтому резкий скачок харьковского блэк металла действительно пришелся не на нынешнее время все-таки. То есть я впервые услышал Ноктюрнл Мортум на альбоме Лунар Поэтри. Но даже я знаю, что это не альбом, а демо было. То есть одно из первых. Его издали на кассете, вот тогда я их услышал. То есть тогда они начали триумфальное свое шествие. Я не могу сказать, что это как-то можно объяснить. Просто люди все сконцентрировались в одном городе, так скажем. То есть они не приезжали сюда из других городов, чтобы там создать как футбольную команду там из хороших там, я не знаю, мастеров. Они просто здесь выросли. Возможно, одухотворялись там каким-то, я не знаю, местными какими-то, скажем, достопримечательностями либо еще чем-то. Понятное дело, что норвежская сцена там присутствовала, какие-то вещи диктовала, как говорится. Но, понимаете же, мы видели в норвежской сцене в той же самой что-то иное. То есть то, что мы потом воплотили здесь. А у нас особенность была быть лучше, чем они. Понимаешь? А по-своему у нас музыка самобытна у всех. Вот так я заметил, в Харьковской группе все самобытные, они не положили никого. Почему? Потому что мы были всегда, хотя и стремились, и делали так, были самобытными. То есть у нас важно было быть такими, как мы есть. Еще очень важный момент надо, кстати, заметить, что в 90-х годах плохая запись у блокметал-группы это, в принципе, не беда. То есть это, в принципе, нормальная ситуация. Они и на Западе записывались, не фонтан. Поэтому, как бы, ну, говорить о том, что это, то есть в этом плане украинский блокметал вообще никак не выступал западным. Может, даже в чем-то превосходил. Поэтому тут, как бы, тут говорить можно о том, что это вызвало, наоборот, интерес в людей. Вот, Украина, блин, давайте послушаем. Ну, нормально, качество хорошее, все, в принципе, супер. Харьковская сцена сильная была из-за того, что мы были правдивы, честные. Мы не хотели стремиться там в фестивале, заработать деньги, там, опять же, там, мы хотели доказать всему миру, и доказываем сегодня, что, то, что, можете почитать текстом, нашу позицию. И мы в эту позицию пытаемся донести и по сей день. То есть, прошло много лет, с группой «Ноктерон Мортум» 20 лет. Я говорю о том, что мне не поменялась позиция «Нинограмм». То есть, мы были просто всегда вместе, только поддерживали, все вместе, вот почему было, поэтому все вылезли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В стране печатались журналы, создавались сайты, посвященные тяжелой музыке, проводились фестивали и основывались лейблы. Но, к сожалению, не все они дожили до наших дней. Сайт, как таковой, frostar.org, как многие догадались уже, началась его история в 2002 году. Ну, в принципе, сайт существовал и до того, как бы, это был сайт журнала «Дэрорейзер». После некоторых перетурбаций проявил смысл сделать что-то типа вебзина. Тогда, в принципе, я слабо представлял, что из этого всего выйдет. Но основной была идея сделать, как бы, электронный журнал. Со временем это все разрослось, переросло в портал. Как бы, но основные все равно разделы остались те же. Есть новые идеи, как развиваться дальше. Есть база групп, которая раньше была, были только украинские группы, сейчас там группы из СНГ. База концертов, рецензии, новости. Ну, в общем, все, все, что интересует современного металлиста, скажем так. Журнал «Террорайзер», наверное, сейчас, правильнее сказать, конечно, «Террорайзер», но уже так как-то привилось так, что «Террорайзер» существует с 95-го года, то есть в 95-м году вышел первый номер журнала. На самом деле, это была реакция на бурно развивающуюся, с одной стороны, сцену металлическую, украинскую, постсоветскую, а с другой стороны, была катастрофическая нехватка материала, информации. Было недостаточно, потому что все-таки были допотопные, доинтернетовские времена. Но с тех пор журнал как бы выходил сначала достаточно редко, а потом уже перешел на периодический выпуск. Но на самом деле «Террорайзер» это не только журнал, это и фестиваль, и телепередача, радиопередача, издательство, ну и некоторые другие вещи. Посмотрев на 32-страничный журнал, я сказал, что мы этим путем идти не будем, мы пойдем по пути наращивания объема, по пути выхода на более качественные команды, не забывая, конечно же, андеграунд, и на систематический выход. Журнал набирает не только вес, который, кстати, боком нам выходит, потому что это почтовые пересылки. Журнал уже весит более 400 грамм, то есть мы попадаем в почтовую сетку от 250 до 500, и сеть сбыта журнала, конечно же, увеличивается, то есть люди узнают про журнал, магазины начинают доверять журналу. Редакция у нас состоит, скажем, из нескольких десятков человек, то есть у нас есть люди и из Германии, и из Дальнего Востока, много разных городов, и сказать, что это мой журнал, все работают, все, я просто немножечко это все свожу воедино. Во времена начала моего, скажем так, деятельности преобладал рок, роковое направление, то есть было очень много коллективов, которые играли рок, вот, а металл, ну, скажем так, они мне говорили, металл это то, что уже отмирает, то есть все, он уже не будет. Я, в принципе, первый металлевый концерт сделал именно для того, чтобы именно солить. Я им сказал, что вот, типа, металлевый концерт, пожалуйста, посмотрите, вот, что это возможно, ну и, в принципе, для этого и сделал. Попытался собрать металлевые коллективы нашего города, чтобы сыграли. В принципе, народ не был готов вообще, люди не были готовы к тому, что вообще такое, тут металл, и все это, вот, единицы ходили, и было, скажем так, деление было людей на две части. Одна часть думала, что она была вот такая, вот уже очень мега прохаванной, вот в металле, а вторая часть была вообще абсолютно далекая от него, вообще, то есть они не понимали, что это такое. Задача, скажем так, была из тех людей выдирать единиц, вот, и в этот лагерь, чтобы они попадали, потому что, когда они однажды попадали, они оказывались в другом мире просто, вот, это был вообще другой мир, поэтому, и, все это так со скрипом шло, потому что, если, допустим, в совке не развивался рок, ну, допустим, там, то он был зачатки, там, эти банды его, как бы, притесняли, то потом, соответственно, не было поколения, которое из рока потихонечку начало слушать хэви метал, хард рок, и так далее, и так далее, и металл, то есть, соответственно, это вот единицы, кто ворвался, те и слушали этот металл, и приходилось начинать, получается, среди людей, которые, вот, разделены, как бы, как я и сказал, на две части, просто этот, как вихрь, снежок, просто накатывался, 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 не было возможности делать большие, там, форсирования, какие-то события, все это было так, постепенно, поэтому, не было супер-мега, каких-то скачков, оно так за много лет, вот, накаталось. А как дела сейчас обстоят? Сейчас, ну, в принципе, и хуёво. На мой взгляд, не самый лучший период нашей сцены, хотя сейчас, намного больше возможностей, чем было у групп в 90-х и начала 2000-х, ну, тогда было, не знаю, как-то у людей больше желания, и как-то больше все общались лично, встречались и так далее, передавали там на группу какие-то там навыки. Сейчас, к сожалению, все в основном сидят за компьютерами, общаются, тоже благодаря им там в социальных сетях очень мало, даже не ходят на концерты, которые проходят в их городах, предпочитая, слушать в интернете. Максимальный пик востребованности украинских рок-групп это был 2003-2004-2005 год. Когда начали резко возиться сюда иностранные коллективы, востребованность Украины, она резко упала, резко перестал ходить народ на украинские коллективы. То есть, вот когда были в Киеве ТДОМ и Флайенги, Анрейзы, Инферно и прочие звезды середины 2000-х годов, на них ходили люди тысячами на самом-то деле. То есть, мы делали фестивали ни одной привозной группы, ну, нет, тогда вот как раз была одна привозная группа Панжин Стэнч. И на все остальное, то есть, там Панжин Стэнч, ТДОМ, Флайенг, Конквест, собралось аж-ажаж полторы тысячи человек. То есть, Панжин Стэнч было не главное, по сути дела. То есть, ходили именно на украинские события, украинские фестивали. Наверняка, все помнят The Great Commandment, то есть, в киноклубе Киевской Руси, в Большом зале Киевской Руси, а те же The Great Commandment в гидропарке, так называемые Open Air. Хорошие времена были. Сколько команд приезжало из СНГ, сколько наших команд выступало, вспомните, сколько людей приходило. Наверное, даже первые концерты, скажем, фирменных команд тяжелой сцены, это Бегемот в 2002 году, Дементр в 2001 году. Это вот, наверное, первые вот такие вот ласточки металлические именно с запада. Дальше сцена уже прорвалась, и, конечно же, в 2000-х движение стало намного сильнее. Наконец-то, как говорится, пошла фирма, и, наконец-то, мы могли вкусить вот именно уже вид, качество, уровень непосредственно у себя здесь, на сцене. Исполнители-то выросли новые, но того, как бы, фанатизма, того чувства востребованности, я не думаю, что у них есть, поскольку количество людей, приходящих на концерты именно украинских групп, оно, там, сотни, то есть, там, 100-150 человек, это считается очень хорошо. И самый активный посетитель концерта это тинейджер. То есть, это не взрослый дядька, который, там, углублен какими-то своими проблемами, заботами и чем-то. Это тинейджер, которому хочется оттянуться и выпить, оттопыриться, там, что угодно. А это поколение сейчас живет в контакте. И вот в этом, я считаю, самая большая проблема именно нынешнего периода, что зритель очень аморфен. У нас просто тупо металл не популярен в том процентном соотношении, как он популярен, допустим, в Польше, в Германии. Ну, так скажем так, я выбрал самые мощные в этом отношении страны, а даже взять Голландию, Бельгию, Чехию, Словакию. Там популярен металл. Я думаю, что это пережитки совка. Люди, скажем так, если они из своего внутреннего мирового ощущения исключат совок, то, что в основном мешает людям развиваться, мне кажется, вообще группам всем, потому что берешь, допустим, тупо основную массу включаешь, команд наших, ну, там, видео, допустим, на Ютубе, ну, совок. Я думаю, что это проблемы страны Украина. По моей памяти уже было несколько таких, как бы, моментов, когда, если возвращаясь в начало 90-х, было стойкое количество фанатов группы Эдем. Потом они резко ушли в армию. Тогда в армию ходили все. И пришло поколение людей, любящих жлоб рок, извините за выражение, в духе ВВ. Поколение очень большое выросло на вот таком вот роке эдаковом. И все-таки я думаю, что это очень много проблемы именно в состоянии головы слушателя. А состояние головы, оно меняется только со временем. Металисты это перистичные громадьяны Украины, которые просто вот работают на простых работах. Это шахтеры, врачи. Это, как бы, скажем так, рабочая интеллигенция. Вот что такое, мне кажется. Ну, единицы, мне кажется, среди них на каких-то мегатопах. Видели какого-нибудь такого металлера, у которого папа был там Березовский? Ну, было бы круто, наверное, сразу бы там тв-тв-тв-тв-тв если бы начали там во всем мире как грибы. Характерными особенностями так называемого металл-бизнеса в нашей стране скорее всего нужно назвать характерные особенности вообще украинского народа, который способен выживать в любых экстремальных условиях. Ну, давайте исходить из начальных каких-то своих целей. То есть, к чему идет музыкант, конкретная группа, какие цели она преследует, какие планы она ставит на перспективу. У всех они, конечно же, безусловно, разные в подходе, но желание действительно донести свою музыку, свое творчество до масс, оно, как бы там ни было, у каждого одинаково. То есть, все хотят в конце концов быть где-то известными, где-то узнаваемыми, чтобы их музыку слушали, слушали дома, приходили на концерты, покупали альбомы и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос в том, действительно, насколько сложно нам здесь, на Украине, именно продвигать свое творчество. Каждый ответ, наверное, по-разному. Кто-то скажет, что это довольно-таки легко, благодаря сейчас интернету, благодаря всему, какие проблемы. Но мне кажется, что для серьезной команды, серьезной команды, существуют действительно какие-то серьезные механизмы шоу-бизнеса, которого, наверное, в идеале нет у нас на Украине. Нет никакого бизнеса. Все построено на энтузиазме людей, которые, как говорится, фанатеют этим, верны своему делу. Это, допустим, если в конце 90-х или еще в начале 2000-х, там, например, компакт-диски было продавать еще выгодно, да, было много лейблов у нас, очень много в Украине лейблов. От таких до таких, до таких, до таких, кюсеньких. Вот. Прошло 10 лет, лейблы, как один за другим, раз-раз-раз, начали закрываться все. Почему? Потому что невыгодно это нафиг стало никому. Понимаете? Остались только те люди, которые верны своему делу, верны своей идее. Их мало, но они, как говорится, в тельняшках. Это касается и журналов. Вот концертное агентство Возьмида, тоже, например, они сейчас работают практически в клубе, это все. И спасибо им за это. Потенциал, почему тормозится, я тебе хочу рассказать вот со своего опыта организатора. Потому что не происходит взаимодействия клуба с организатором, который не является как бы частью клуба. То есть клуб пытается сдать свое помещение и отойти в сторону. Его, как бы, это не касается. Организатор пытается свести к минимуму все свои затраты. То есть доходит до маразма, ну, в общем-то, минимум, самый минимум, чтобы если концерт даже не принесет прибыли, минус был самый маленький. У нас нет посещаемости. Вот отсюда и вся проблема. То есть если на Западе люди ходят в большом количестве, в большем, в десять десятки раз, чем у нас. Это при том, что там тоже наелись всего, и тоже там очень много музыки, очень много фестивалей, очень много всего. Вот, тем не менее, посещаемость именно фестивальная у них гораздо выше, чем у нас. У нас, как бы, организаторы делают фестиваль, улетают в день, и думают, а блин, ну, вот, как бы, не хочется уже больше влетать. Вот и все. На этом все и заканчивается. Все люди, которые занимаются металлом, они должны понимать, что это все очень такой механизм суицидальнообразный. То есть взлеты и падения очень близки. Вот, и поэтому, если взять в целом, взять в целом, посмотреть на всю концепцию от начала до конца, то это, скажем так, не прибыльное мероприятие. Такой вот бизнес музыкальный, это больше фанатский бизнес, чем бизнес для прокорма себя. Потому что человеку, которому это не нравится, он этим заниматься не будет. Потому что он этим просто заниматься не сможет. Металл, это не та музыка, в которую идут за славой, гонорарами, понтами. Ничего путного, если мы идем за телками и патефонами, из группы не выйдет. Это будет уход в коммерцию, причем под дудку продюсера, и ничего хорошего из этого не будет. Те, как бы, хлопцы, которые хотят играть, они играют от души, а не за деньги. Они ездят по концертам, просто ездят, потому что ездят. Индеграунд существует только в том случае, если в этом не вложены деньги. Это прежде всего. Индеграунд — это энтузиазм людей. То есть там есть энтузиазм, и чисто на собственном душевном каких-то вещах идет, от сердца исходящие вещи, тогда получается музыка. То есть все касается, не знаю, других групп, расскажу о Ноктюрном Морту, мы все время так говорим. То есть у нас в музыке нет денег. Сам Ноктюрном Морту, да, он просто поглощает деньги и те, которые зарабатывают. И я этим горжусь, потому что я готов, пока можно больше вкладывать, чтобы люди получали продукт, реально тот, как я его вижу, а не как видит его какой-то там лейбл, или менеджер, и все остальное. Да существует, а куда он денется? Пока есть заинтересованные люди. То есть мы же видим его проявление, например, на концертах, но это только одна сторона. И даже эта медаль не двухсторонняя, а у нее очень много сторон. Я по себе заметил, когда организатором концерта был, что люди, которые ходят на концерт и не покупают дисков, а покупают диски абсолютно другие люди, которые не ходят на концерт. И журнал на концертах продать кому-то практически нереально. Его покупают абсолютно люди, которые не ходят на концерты. То есть они слушают дома, в машине музыку. То есть относятся они к андеграунду. Скорее всего, что да, они своими деньгами поддерживают и журнал, и команды, чьи диски они покупают, лейблы, которые выпускают это все. Я, например, вот честно скажу, я мало вообще что понимаю, что сейчас происходит на украинском рынке. То есть для меня его в принципе не существует. Ну потому что то ли типа артисты перестали о себе заявлять, даже группы, которые есть, они как-то, у меня такое ощущение, что они не стараются вырваться из скорлупы, вот типа зашили себя, назвали это андерграунд, где-то там. И вот на своем уровне вот это все как там и происходит, как в каком-то таком замкнутом круге. И никто не пытается оттуда вылезти. И все равно варится, варится в собственном соку, там в собственном поту. Если говорить о, скажем так, том, сформирован ли рынок сейчас, я думаю, что он таки сформирован, потому что во всех областях, во всех крупных городах есть люди, которые занимаются этим всем, есть промоутеры, которые делают концерты, есть люди, которым это не безразлично. За последние годы на Украине, по-моему, очень активно начала развиваться вся метал-инфраструктура. Во-первых, гораздо больше стало команд и хороших, и не очень хороших. Может, ну, то есть народу интересно играет. Во-вторых, инфраструктура улучшилась, то есть у нас появились лейблы, которые больше, серьезнее относятся к этим командам, которые печатают эти диски. С концертной деятельностью, опять-таки, очень много стало Booking Events, которые занимаются концертами, как на территории Украины, так уже и туда предлагают поехать. И наши команды стали более активны. То есть, смотри, команды с Украины уже катаются и в Европу активно, и по Украине. Наши команды просачиваются в Европу всеми, всеми силами, все еще изыскивают разные пути. Группа Хелон, тогда еще Хеллион, когда я с ними познакомился, а вокалиста Баева я-то еще с анестезией знаю, с 95-го года, когда он там играл и пел Хэтфилд доморощенный. Они сразу, как только организовались, у них был план действий. Это вот они выгодно отличаются от всех коллективов, которые только существовали. То есть, тот же самый мой Неофит. Собрались, звуки извлекли какие-то, друг в друга попали. О, это ж круто. Все. А у них сразу план действий был. То есть, сделать то-то, записать то-то, попасть на МХМ. Я помню, когда, когда полгода существовало, они попали на МХМ. когда мы начинали, то есть, несколько лет назад, я помню, первые поездки еще в Польшу встречали лучше, чем американцев. По мнению самих поляков, для них было очень дико, допустим, то, что команды с Украины, которые, казалось бы, рядом, под боком находятся, приезжают не настолько чаще. То есть, там, бразильцы или американцы появлялись гораздо чаще. Поэтому, вот, там, наши команды для них, как изюминка, вот, наконец-то, братья-славяне доехали. То есть, им было интересно посмотреть, что мы себя представляем. Исторически сложилось, и политически, экономически так сложилось, что Украина вообще находится как со железным занавесом, как старые добрые времена, да, СССР. И не так легко прорваться туда. На последний альбом мы получили, там, больше сотни рецензий со всего мира, со всей Европы. Очень многие рецензии начинали словами «Слышали вы когда-либо о том, что в Украине есть какой-то металл? Типа нет, тогда вот вам, пожалуйста». Там многом говорит. То есть, говорит о том, что люди вообще удивлены тем, что там что-то происходит и как бы готовы воспринимать. Хотя, некоторые из промо-агентств, букин-агентств в Европе, в Германии, например, не готовы работать с командами с Восточной Европой. Не готовы по причине того, что то команды недостаточно уровня, то недостаточно обязательные. Одно время общался с одним букин-агентством в Берлине. То есть, у нас три года, по-моему, налаживался контакт и до этого несколько лет очень тяжело было договориться, как минимум, потому что они сделали для нескольких команд из Восточной Европы концерт и там, по-моему, три или четыре команды никто не доехал даже. То есть, вот, переодолеть этот визовый режим, там, какие-то финансовые вопросы способны далеко не все. «Наверняка есть цель у многих, у многих команд, кто что-либо сделал, именно продвигать свою музыку назад. Наверняка есть, безусловно, и результаты. Многие команды издают диски, винилы на Западе, катаются в турне. Это очень, очень хорошо, поскольку это реально показывает, что на Украине есть группы, и они, у западного слушателя нет удивления по поводу того, что, о, есть на Украине что-то металл и так далее, как это было, наверное, лет даже 15-20 назад». Субтитры создавал DimaTorzok for another edition of Overkill Reviews. This week, we're reviewing Flesh Gore, brutal death metal from the Ukraine, and their album Denial of the Scriptures. These guys were formed in 2000, and this is their fifth full-length record. Buckle up, this is a fucking heavy record. We're one of the first who, in principle, объездили Европу, and not only Europe, even Australia. Пригласили нас и на Vakin тоже, естественно, на один из самых известных метал-фестивалей мира, в общем-то, который собирает огромное количество людей, и огромное количество супер-звезд металла. И кроме Vakin, естественно, и другие тоже всякие фестивали, там, Sine Extreme, Brutal Assault, Fax the Commerce, который сейчас уже, по-моему, не существует, но тогда был очень довольно-таки известный. Пусть и немного, но достаточно команд наших украинских, которые там ездили и по западной уже, и в Европе, и по-восточной, тем более, поэтому я думаю, что уже это не удивляет никого. На Западе уже давно стали узнаваемы наши группы. К сожалению, это касается в большей части сейчас благ металлических команд, но, тем не менее, я считаю, что там тенденция скоро изменится. Конкретно примеры, вот смотрите, группа Холон издавалась на нашем лайвле, два альбома они издали. Сейчас они получили контракт на издание в Европе. Я думаю, это неплохой пример. Я считаю, так будет дальше. Намечается четкая тенденция, я уже вижу, прослеживаю, которая говорит о том, что все больше и больше команд готовы выезжать. То есть, каждым годом количество команд, которые выезжают за рубеж и говорят о себе, увеличивается. Бывает такая ситуация, что мы уже приезжаем в город, где мы, скажем так, известны в определенной степени. То есть, люди приходят в наших футболках, приходят, зная материал. Комнатист, столи. Комнатист, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что касается качества, да, в наше время этот момент стал очень важным в музыке, потому что, например, в 90-х, там еще в конце 90-х, или может быть даже в начале 2000-х годов, особенно в андеграунде, этому не передавалось такого огромного значения, поскольку возможностей как бы не было, вот, и все воспринималось так, как оно есть. Сейчас же без качества просто никуда, и это знает любая группа, если у тебя нет качества на записываемых материалов, просто рыпаться нет смысла. Уровень общий растет совершенно, конечно, не такой, как был 10 лет назад, намного выше, но, я скажу, уже даже к европейскому приближается. Я не могу сказать, что я сейчас назову группу, которая, допустим, будет на уровне бегемота, ну, то есть по значимости в мировой, там, на мировой сцене, да, из Украины, но почему нет? То есть инфраструктура, о которой, опять же, говорили, она существует, да, то есть возможности звукозаписывающих студий вполне адекватные. Но, несмотря на наличие студий, талантливых музыкантов и признание за рубежом, украинская металлическая сцена продолжает сталкиваться с ежедневными проблемами и вызовами. И конца этому тернистому пути пока не видно. Я бы, конечно, хотел больше сплоченности украинской метал-сцены, потому что есть определенная тенденция, когда музыканты, ну, скажем так, разбегаются по каким-то своим группам, там, по региональному или селевому принципу. Например, всем известная харьковская блэк-метал-сцена, есть там метал-коровая сцена, есть трэш-сцена, дэтовая сцена, грин-корщики отдельно. Мне кажется, что было бы гораздо полезнее, если бы это было на уровне больше сплоченности, больше, более, как бы, взаимопереливания. Это обогатило бы и музыку, и обогатило бы всю сцену. Сейчас я не вижу, то есть, как бы, сплоченности какой-то этих групп, там, ну, то есть, не вижу каких-то, ну, жизни не вижу во всем этом деле. Все как по клубам, все оно как-то проще стало для людей. Мы учредили с Дихейтом фестиваль такой, как Iron Logic. К примеру, вот едут два коллектива, которые этот фестиваль создали, например, Эдем и Дихейт, да, заезжают, например, в Запорожье, и там выступает местная группа. То есть, задача развивать и узнавать, и поднимать эту культуру вот именно вот таким образом, чтобы люди понимали. Потому что некоторые, вот я во Львов приехал, я, например, не знал, что там еще есть группы там металлические, потому что они сидят у себя там где-то там за жопе, там, за углом, типа там. Все очень напрямую связано с развитием нашей страны, вот так вот, с людьми, которые, потому что, как я много раз говорил, фестиваль – это не организаторы, фестиваль – это сами люди. И поэтому сами люди имеют определенную покупательную способность. Они могут заплатить за билет столько-то, соответственно, количество людей, умноженное на цену билета, ограничивает рамку, скажем так, того, что можно сделать на эти деньги. Вот. То есть, нет денег, все. Поэтому весь уровень, всего, это можно, вот как бы самый уровень состояния людей и количество их, само определяют и величину акции. Вообще, я считаю, что перспективы у нас есть. Вот. Ну, если будут люди реально отдаваться этому. Я могу называть несколько имен в Украине тех людей. Ну, не буду называть, чтобы там не делать каких-то пиаров или еще чего-то. Но есть такие люди, единицы, которые реально отданы своему делу. И эти люди добьются. Вот увидите. Если усердно, сосредоточенно идти в одном направлении, то может достичь успеха. И такие люди, которые так идут, я знаю, такие есть. И они дойдут. Вот. Под 40 лет. Когда им будет, когда они будут перед у нее. Вот просто сравнение времен сейчас и тех, мне кажется, большой, большая разница, большой контраст происходит. И, наверное, не самый лучший. Пускай команд металлических и западных приезжает больше. Вроде бы наши команды все могут выступать. Все замечательно. Хороший звук, хорошие сцены, хороший аппарат, хороший инструмент у всех. Все доступно. Но чего-то не хватает. Вот чего... Вот давайте думать. Музыкой-то все равно надо заниматься, если тебе хочется ей заниматься. Вне зависимости от того, там, допустим, будут киски продаваться или нет. Металл – это три души. Я, например, ну не знаю, ради этого дела, чтобы вообще, чтобы играть любимую музыку, чтобы ее дальше продвигать, чтобы на этом и зарабатывать, и получать удовольствие, и воспитывать поколение следующее – рок-музыки, металла. То есть я для этого на алтарь положил свою жизнь. Поехали? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Моя группа охуительная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok